Всем привет, с вами Фотограф Супергероев и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы посмотрим с вами вот такую вот крутую коробочку от Maru Collector Core. Мы продолжаем их смотреть. И кстати, если хотели, вы увидите такие коробочки. Каждые два месяца, как я это делаю, по DC, то есть Legion of Collectors, называется... По вселенной DC, вот так называются коробки фанка по вселенной DC. Если вы хотите увидеть на канале, то обязательно пишите в комментариях. Я это учту и, может быть, подпишусь и на рассылку по DC. А тематика сегодняшней коробки у нас Торогнарёк. И это самая необычная коробка из всех Maru Collector Core, которые когда-либо будут... Посмотрите на эту коробку. И посмотрите на эту коробку. Эта коробка в два раза. В два раза меньше, чем вот эта вот слева. А эта коробочка, кстати, у нас по секретным воинам. Если вы не смотрели обзор на эту коробку, то переходите по ссылке в описании. Я, если не забуду, то оставлю это видео в описании. Итак, здесь у нас изображена Хэлла. Очень крутая. Мне она очень понравилась. Я надеюсь, она появится в «Они бесконечности» или в «Омсихелих 4», потому что она получилась бомбезной. Итак, у нас здесь Торогнарёк, Maru Collector Core. И давайте открывать нашу коробочку. Итак, вот я открываю. И тут у нас сразу идет крутая стилизация. То есть здесь у нас шлем Тора и шлем Халка. И тут у нас Марвел, Торогнарёк. То есть стилизация одна из самых крутых, которые я когда-либо видел в коробочках Maru Collector Corps. И это офигенно выглядит, очень здорово. Итак, первое, что у нас попадается сразу в коробке, это вот такая вот брошюрка. На обратной стороне, кстати, спойнила тут как бы история создания этой коробки. И, кстати, эта коробка поначалу на макете, вот здесь вам покажу, ладно, поначалу она была не такой формы. То есть она была прямоугольной, как и все коробочки Maru Collector Corps. Но почему-то они не сделали вот такой вот квадратный, но, в принципе, тоже неплохо. Итак, здесь у нас тематик следующей коробки. Это у нас Халк. То есть это будет отдельная коробка по Халку. Я постил в группе трейлер к этой коробке. Он довольно-таки крутой. То есть следующая коробочка у нас будет по Халку. И там, по-моему, если не ошибаюсь, будет сам Халк и Брюс Бэннер, две фигуры. По-моему, уже заспойлили. Так что вот такая вот крутая брошюрка. Итак, дальше что у нас попадается? Это, наверное, самая необычная коробка из всех, потому что никогда еще не было такой коробки, как эта. Итак, дальше у нас попадается вот такая вот шапка. Мы видели носки в коробках Фанка. Кепки видели. Кружки, футболки. Но шапка впервые встречается. И здесь у нас вот такой вот резиновый Халк. И всякие аэроглифы, как... Ну, по стилистике Тора вы поймете, о чем я говорю. На земле Халка... На планете Халк, точнее, эти аэроглифы тоже были. И на его теле они тоже нарисованы. Здесь у нас вот такой вот Халк. Ладно, я ее одену. И продолжу. Видео в ней. Я знаю, на мне она смотрится убого, но пойдет. На мне смотрится убого? Убого? Ну, ладно. Главное, что это Тор нарек, остальное не важно. Дальше у нас идет вот такой вот пинап. Кстати, нашивки нет, что для меня, конечно же, плохо, потому что я их коплю. И хочу как-нибудь этим портфель какой-нибудь купить, такой тематический. И отклеить его этими нашивками. То есть прижечь их утюгом. И прикрепить эти пины, потому что, мне кажется, будет смотреться очень-очень здорово. Итак, здесь у нас пин с Халлой. Сейчас мы посмотрим его поближе. Пятек в тупой игру. Так, вот такой вот у нас пинап. Здесь у нас изображена Халла. И сам пинап выполнен в форме сердечка, что ли, или под рога именно Халла. Мне очень нравится этот пинап. Он очень крутой. Тут Халла на фоне, на фоне, наверное, неба, потому что синее все. Вот, здесь у нас написано Marvel Collector Corps. То есть пинап мне очень понравился. Кому-то он не нравился, типа форма сердечка. Что это вообще? Но мне он очень понравился. Очень крутая Халла. И та же система, как и всегда. Вот так вот снимаете, надеваете, надеваете с другой стороны. И все офигенно держится. Я сам в школу ношу. И все очень-очень даже офигенно. В общем, вот такая вот Халла. Следующими у нас идут вот такие вот четыре магнитика. Сейчас мы их откроем. Я, кстати, магниты люблю, потому что мой холодильник практически пуст. И у меня в последнее время мне кто-то дарил магниты. Что-то еще. Как я понимаю. Они такого себе качества, но все-таки круто. Здесь у нас как бы изображены наши герои. В образе фигурок Мистери Мини. Минис. Мистери Минис. Вот. Здесь у нас Хэлла, Тор, Локи и Халк. То есть очень здоровские магниты. Они приклеены. Вот видите, они приклеены. И на холодильник, мне кажется, очень-очень даже здорово будет смотреться. Мне, в принципе, нравится. Пойдет. То есть магниты это... Это клево. Вам нравится магнит? Да. Все-таки магнит. Ну, а что-то я не буду приклеить, или не надо? Буду. Я спрашиваю, четкий магнит. Итак, следующее, что у нас идет, это карты. Вот карты, это самое бессмыслное, что когда-либо клали в эти крутые коллекционные коробки. Потому что там обычные карты, то есть обычный король, обычный балет, обычная дама. Но просто на заднем фоне Тор и Халк. Но я даже не буду это распаковывать, потому что нет смысла. Я просто так поставлю на полочку, якобы что-то коллекционное. Ну, потому что нет смысла это распаковывать. Пусть будет лучше в запакованном виде. Вот такие вот карты. Вообще ни о чем сейчас. И дальше у нас идет спиннер. Спиннер летом был капец какой популярный. Но сейчас я не знаю, популярный или нет. Но, скорее всего, уже нет. Но спиннер довольно-таки крутой. Здесь у нас изображены персонажи в виде фигурок фанка-поп. Здесь у нас есть Грандмастер, Локи и Хэлла. На обратной стороне Валькирия, Тор и Халк. То есть спиннер хорошо крутится. У меня был один спиннер, но он был с Алиэкспресс. Он ужасно крутился. А это прикольно крутится. Так что, в принципе, неплохо пойдет. Вот такой вот спиннер. И посередине вот на этой вот вертелке написано Maru Collector Corps. То есть тоже что-то эксклюзивное. Тоже здорово. В принципе, пойдет. Итак, самое главное в этой коробке, это, конечно же, фигурка или фигурки. Но в нашем случае это фигурки. Итак, первая фигурка у нас Тор в гладиаторском костюме полностью. То есть с оружием, со шлемом и с щитом. То есть он уже здесь полностью готов к битве с Халком. И просто великолепный его брат Локи. Со шлемом и с двумя кинжалами синими. Это очень-очень круто. То есть офигенные фигурки. Вот эти фигурки полностью спасают эту коробку. Потому что остальные вещи сомнительные. Шапка, которая мне не идет. Спиннер, который я покручу два дня и забуду. Магнит, в принципе, ничего. Пин, ничего. Но карты играли-то вообще ужасно. И вот такие вот две офигенные фигурки. Сейчас мы, конечно же, их распакуем и посмотрим. Ну, сначала мы посмотрим всю серию. А потом приступим к фигуркам. Итак, вот у нас здесь представлена вся серия. Здесь у нас Тор, Локи, Эндель, Валькирия. Здесь есть Тор, но это не эксклюзивный Тор. То есть он обычный просто с оружием. Дальше Локи тоже не эксклюзивный. Халк тоже здесь обычный. Также здесь не учитываются эксклюзивы. Здесь в этой серии именно в Тор Гнарёк много эксклюзивов. Допустим, есть огромный Халк. Десяти, по-моему. Он дюймовый, что-то такое. В общем, он огромный. Он такой вот, он как 5 фигурок Фанка, наверное. Я его тоже обязательно куплю. Он, наверное, будет дорогой. Бакс 50, но это огромная фигурка Фанка. Это будет выглядеть просто офигенно. В общем, вот вся серия. И у нас эксклюзивный вот такой вот крутой Тор. Сейчас мы его посмотрим. Итак, вот я достал Тора из коробки. Он выглядит просто офигенно. Этот шлем такой массивный. И фигурка очень, кстати, тяжелая. Я сейчас сравниваю с фигуркой, которая тоже была по ссылке в США. Если вы не смотрели это видео, то переходите по ссылке в описании обязательно. Оно получилось очень крутое. В общем, тут у нас вот такой Тор. Он держит в левой руке щит, на котором всякие тоже иероглифы из планеты Халка с Саккара. Справа вот это оружие, с которым он дрался против Халка. Даже плач сзади, он немножко пором. Видите, это просто выглядит офигенно. И сам Тор, само лицо, выражение лица просто суперское. То есть детализация просто на высшем уровне. Вот эта вся броня его продетализирована очень-очень хорошо. То есть Тор просто офигенен. Он идеален. Очень крутой Тор. Итак, следующий у нас Локи. Он тоже офигенен. Он очень тяжелый. Он тоже практически как Халк. Практически, наверное, все фигурки такие тяжелые именно по Тор и Гнарёк. Вот так он отлично выглядит. Кстати, эта фигурка отличается только тем, что у него есть вот этот его шлем с этими... Это рожки, да? Ну, в общем, вот с этими его рожками. Отлично смотрится, мне очень нравится. Придает харизму. Он с двумя кинжалами синими, которые мы увидели в конце фильма, когда уже была последняя битва с армией Хэллы. Выглядит он сзади вот так. Его офигенная прическа. И зеленый плащ тоже очень классно сделан. И его броня. И он немножко в такой позе, как бы немножко в бок, если вы это видите, не знаю. То есть у него одна нога расположена по-другому, чем по-другому. Он не просто прям стоит. В общем, вот такой вот офигенный Локи. Слушайте. Слушайте. И да, я добавил эти фигурки еще в свои защитные протекторы, в которые я буду ставить только эксклюзивные фигурки. То есть я здесь уже Тора немножечко порвал. Вот здесь вот немножко порвал. И чтобы избежать этого, я их вот в такие вот протекторы положил, чтобы они были в целости и сохранности. А на этом у меня все. Огромное спасибо, что смотрели это видео до конца. Если вам понравилась эта коробочка, я оставлю еще ссылку на плейлист в описании. Там вот все коробки Marvel Collector Forbes. Если вам интересно, то посмотрите. Оставляйте свои комментарии. Пишите, понравилась ли вам необычная эта коробка. Подожди, вам карты. Вот эта шапка, которая на меня смотрится. Спиннер Marvel. Обязательно пишите об этом в комментариях. И спасибо вам еще, что смотрели это видео до конца. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока. С вами был Фотограф Супергероев. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok